Привет, друзья! Сегодня очередные мои прогулки и байки из склепа, так скажем. Я вижу, насколько всё-таки люди интересуются именно моими какими-то жизненными ситуациями. Ну, не только моими, а вообще какими-то, может быть, интересными моментами, случаями в жизни. Вот, поэтому, знаете, я прям что-то тут немножко запуталась. Надо, наверное, мне взять себя в руки и уже делать конкретно то, что я сама хочу. Потому что меня бросает из огня до вполымя, если я начинаю прислушиваться ко всем и к каждому. Так не получится у нас. Значит, сегодня что хочу вам сказать? Сегодня всё-таки немножко расскажу я про то, как я искала работу. Может быть, кому-то будет интересно, как я искала работу не здесь, друзья. Нет, не в Англии. В Англии я продолжаю искать работу, но эта история другая. А я вот хочу вам рассказать, как я искала работу в Москве. Это было в 2007 году. Ну, а вы, как обычно, посмотрите вокруг. Может быть, даже, вы знаете, в конце этого своего видео, если я смогу и успею, я вам расскажу о продолжении истории с моим глазом. Тоже интересная весьма история. Вот сяду тогда попью, потому что кое-что надо тогда будет вам показать. Если успею, если моё видео прервётся неожиданно, но, друзья, вы знаете, вот что-то камера моя вредничает, поэтому могу не успеть. Так вот, как я искала работу в Москве в 2007 году? Сейчас вам расскажу. Когда, в общем, я работала прекрасно себе, замечательно, никто меня не трогал, уже всё было наработано. Я работала в отеле в огромном, в городе Архангельске, работала довольно долго там. И, в общем-то, наверное, никуда бы и не собралась уходить. Но получилось так, что там пришли, приехали однажды проверяющие, как вы знаете, в те времена практически все уже предприятия в таких маленьких городах. Ну, Архангельск не маленький город, но считается, для москвичей это уже провинция. Они там приезжают, всё скупают. Тогда деньги были у них огромные. Ну, и в том числе вот они этот отель тоже скупили. Там рулили москвичи. Ну, и вот они иногда время от времени не только дань собирали, наши доходы, а они приезжали там что-то такое проверить или что. Совет директоров так называемый. Смотрите, это яблоня, друзья. Я же вам показываю ещё всё это, да? А вот совет директоров. Ну, и они приехали однажды. В очередной раз попросили сделать какой-то отчёт. Я была, там работала финансовым директором, вы знаете, финансистом-экономистом. В одном лице одна получала, ну, для, может быть, для Архангельска не так и плохо, 20 тысяч. Иногда 25, если была. Да, премии были вроде бы как неплохо. Ну, когда мы стали узнавать, сколько получают в Москве на тех же самых должностях, то, в общем, там 100 тысяч и выше. Мы приезжали же там с большими начальниками и просто бухгалтера-экономисты. И они нам так как-то в приватной беседе это рассказывали. Ну, и мы были поражены, конечно, этому. Ну, и вот, в общем, когда я составила очередной отчёт, я очень понравилась вот этим вот москвичам. Они удивились, что я так быстро всё это. А быстро я это сделала. Почему? Потому что у меня уже были наработаны программы. Я тогда очень хорошо с компьютером общалась. И, вы знаете, делала даже вот в Excel и сама такие маленькие программки. Это уже потом стали появляться там и 1С у нас, и финансовые программы. Ну, финансовые программы в основном их очень мало. Они трудные, если кто с этим связан, знает. Бухгалтерских, да, очень много, а финансовых очень мало. Ну, а я вот сделала сама. И вот я им такой отчёт предоставила довольно быстро, за 2 часа. Они удивились, сказали, что, боже, у нас бы целая группа бы, если бы мы запросили такие данные, такой отчёт по отелю, они бы это делали неделю всей группой, 5 человек. Ну, я как-то тоже на это удивилась. И вот потом, после вот этого дня вечером нас пригласили, ну, вернее, директриса пригласила их всех москвичей в наш ресторан, который тоже там был у нас в нашем отеле вечером. И там кто-то изъявил желание поговорить со мной из начальства. И, в общем-то, хоть директриса это не очень любила, кого-то ещё приглашать из персонала своего, но ей пришлось меня тоже пригласить вот в ресторан. И там за, как говорится, за столом, за рюмкой кофе, мне предложили работу переехать. Вот, а что вы думаете, не хотите ли вы переехать к нам в Москву и поработать в нашем отеле, потому что нам люди нужны такие головастые, шустрые, быстрые. Я сказала, что я подумаю. Ну, а тут получилось так, что моя подруга, она работала замглавбуха, она была тоже не очень довольна своей зарплатой, скажем так. И, в общем, тоже довольно долго разговорила, там общалась с этими, с бухгалтерами из Москвы. И она мне сказала, когда я ей рассказала, вот что меня приглашают, она говорит, слушай, а я вот тоже хотела уже уезжать, потому что здесь как-то и зарплату нам не повышают, и, в общем, как-то не хочется, что вот так вот нас держат здесь в таком теле. И, в общем, мы вот это вот нежданно-негаданно собрались, да и уехали. Уволились, конечно, по собственному желанию, без проблем. Меня тогда все отговаривали. Да ты что, с ума сошла? Как ты решишься на такое? Да ты бы тут сидела и сидела. Я не знаю, там до глубокой старости никто бы тебя не тронул. И, кстати, сказать по правде, что действительно там все сидят. И в бухгалтерии, вот сейчас на моем месте там пришла женщина. Они все сидят прекрасно, непоколебимо, так скажем, да. Ну вот на этих вот там копейках. Я, как говорится, ни о чем не жалею. Всегда считаю, что если себя уже перерос, то надо действовать и надо куда-то стремиться вверх. Ну, в общем, мы уехали. Нашли там, снимали квартиру там в Новогиреево. Нашли, втроем жили в однокомнатной квартире. Это вообще, конечно, была тоже песня, потому что мне места там вообще не было. Я спала на надувном матрасе, вы не поверите. Вот. А на тот момент мне было 52 года, друзья. Немало, немного ли, немало ли. И вот так вот решиться, да. Но вы знаете, опять же, с тем, что у меня авантюрный характер, я приехала. Я, естественно, пошла сразу туда. Ну, позвонила, пошла, говорю, вот так и так. Вы меня приглашали, а я вот приехала. А я возьми, да и согласись. И, в общем, скажем, мне сказали, что да, хорошо, мы вас возьмем. Там, значит, директор был очень приятный мужчина такой тоже, средних лет. И он сказал, что, ну, тут, понимаете, опять испытательный срок. И, в общем, ту зарплату 100 тысяч, которую мы вам обещали, сразу мы не даем, конечно, а мы вот посмотрим и вам предлагаем 60 поначалу. Ну, понимаете ли, 60 после 20, это, конечно, ой-ой-ой. Ну, я как-то тоже думаю, ну, вот, сейчас согласишься на 60. То есть, получается, ты себя тоже не ценишь как-то особенно, да, понимаете. Вот, ну, и потом я говорю, хорошо, ладно, сколько там чего. Он говорит, мы посмотрим, проверим ваши документы, потому что у нас очень серьезная контора. Вот, поэтому, значит, вот, приходите через три дня, по-моему, он сказал, и через неделю как-то так. Я пришла домой, ну, а так как я натура деятельная, а тогда так вообще очень была энергичная, скажем так. И я подумала, а ну-ка я, что-то 60 тысяч как-то маловато для Москвы, а ну-ка я попробую все-таки работу еще поискать. Я стала смотреть в интернете объявления, и я нашла кучу объявлений, выписала их все для себя, и думаю, а поезжу я посмотрю, чем черт не шутит. Может быть, что-то я для себя найду и более, чтобы мне не ждать испытательного срока 3 месяца за 60 тысяч, а там еще неизвестно что, думаю, в конце концов, все равно у меня это уже есть, как говорится, в кармане, а попробую-ка я еще что-нибудь придумать. Ну, и вы знаете, я стала вот по объявлениям, прямо из газеты, стала ходить, звонить, назначать встречи. И вы знаете, что меня вот тогда, я помню, поразило. Я приехала в один тоже отель. Уже сейчас, честно говоря, не помню, но это где-то довольно далеко. Это мы там на маршрутке ехали, это не в центре Москвы, где-то в каком-то красивом месте, в красивом парке. Вот эти опять новые русские, которые там огромные деньги имели, они решили, значит, какое-то там бывшее здание, не отель, но там территория огромная. И вот они решили там, они построили там сауну, все это очень красиво сделали. Но из-за того, что все-таки это не сам не центр Москвы, им надо было вот людей туда, как сказать, заманивать в этот отель какими-то такими бизнес-проектами, какими-то рекламами. А это как раз было именно то, чем я и занималась. Я занималась рекламой в отеле и занималась бизнес-проектами, подсчетами бизнес-планов и всего такого. Мне эта работа очень нравилась. Вот. Ну и я приезжаю туда. Помню, когда еду, обратила внимание, мы едем в этой маршрутке, тогда тоже были распространены, очень не знаю, как сейчас, в маленькой маршрутке, и вдруг я смотрю, и там приклеено в этой маршрутке объявление. Значит, что вот, мы приглашаем вас в наш отель, вот у нас там сауна, баня, у нас там бильярды, у нас там прогулки, и вы можете даже там где-то и на улице, значит, вот отдыхать. То есть, типа рекламки такой небольшой, и на таком каком-то просто белом листе это распечатано, телефон стоит, вот, заказывайте, значит, звоните, приходите, мы всегда вам рады. Я это увидела и взяла себе сразу на заметку. Ну и потом, прежде чем тоже туда ехать, я открыла их сайт, у них уже сайт тогда был, в этом, в компьютере. Открыла, посмотрела, и меня поразило тоже, как они подают это все. Сайт, во-первых, абсолютно безграмотно составлен, абсолютно дизайнерски некрасиво. То есть, я сразу увидела, что я могла бы из этого конфетку сделать, а потом еще я открыла там, значит, то, что они прямо на первой странице описывают свой этот отель, всю эту шикарную территорию, и при том, что я вам скажу, что там стоили у них номера очень дорого, там от 5000 рублей и выше, и до 20 даже доходило, если отдельный домик какой-то. Тогда это, понимаете, не для всех было. Сутки я имею в виду, цена такая. Вот, ну и я это все тоже, я стала читать, и там прям так все тоже глупо как-то написано, но абсолютно безграмотно, непрофессионально. Я даже выписала некоторые фразы, которые меня потрясли. Ой, опять колокольный звон. Прелесть какая! Вот, я, значит, все это выписала себе, там даже ошибки какие-то, и все думаю, ну, сейчас я тут расскажу. Я прихожу туда, и я спокойно, как вы понимаете, ничего меня не волнует особенно, да, так да, нет, так нет, поговорим, да и все. Никто никому ничего не должен, а у меня уже за плечами другое предложение о работе. Вот, я приехала уверенная в себе, и я туда захожу, там сидит людей, наверное, человек 15, на вот эту вот вакансию. А вакансия была тоже, по-моему, вот, человек, который должен заниматься бизнес-проектами, раскруткой рекламы, вот таким, не помню, как, тоже что-то такое, главный финансист, или как-то так, вот, по ценообразованию при том. И я смотрю, там в основном все молодежь, как обычно, несколько женщин моего возраста, и даже несколько мужчин прекрасно одеты, с дипломатами, такие прям с иголочки сидят. Я с некоторыми переговорила, говорю, а вы чего, а вы откуда, а чего, как? Они говорят, что один там в Москве где-то очень долго работал, тоже на каком-то престижном месте. Все такие, знаете, прям интеллигентные, думаю, ну, ладно, знаете, как в том фильме, девушек-то у него много, а женится-то он на тебе. Так и я, я была уверена, пусть они сидят, возьмут-то меня все равно. И вот вы понимаете, все-таки, что значит вот уверенность, когда человек уверен. Я о чем вам вот хочу, все к чему веду. Когда я зашла, там сидели два таких качка, коротко стриженных. Один даже закинул ноги на стол, стол огромный. Меня, значит, посадили они, ну, и говорят, ну, рассказывайте, чего? Я говорю, ну, чего вам рассказать? Ну, о себе там или что? Я говорю, да давайте, знаете, как построим нашу беседу для того, чтобы рассказать о себе. У меня вот есть мое резюме, пожалуйста, вот оно, вы там все это увидите. А я говорю, вот так сейчас вам расскажу. И я прям начала. Говорю, вот я сейчас ехала, увидела рекламу вашего отеля в какой-то маршрутке непонятной, в которой ездят люди абсолютно не того уровня, которые бы заказывали вот эти вот номера от 5000 рублей, которые у вас в отеле. Это раз, совершенно не соответствует. Вы понимаете, вы не там размещаете свою рекламу, этим даже вы снижаете уровень престижа своего отеля. Они на меня так, знаете, внимательно посмотрели. Я говорю, да-да-да, ну-ка-ну-ка, и как, и как, я говорю, ну и дальше вот я открыла ваш сайт, вот посмотрите, я им вот эту вот распечатку с экрана показала, говорю, посмотрите, как написано безграмотно, а вы как предлагаете? Я говорю, у-у-у, я могу предложить тут массу всего, но не просто так, естественно, за деньги. И вы знаете, они просто поразились. Они, этот мужик убрал ноги со стола, они так сразу на меня более внимательно стали смотреть, стали шуршать моими документами, моим резюме. И, значит, этот главный там мужик говорит, так переглянулись они, главные среди них, среди этой братвы. Он мне говорит, хорошо, вы с какого времени можете приступать к работе? Я говорю, ну у меня, вы знаете, я живу далеко, я прям даже не знаю ездить как-то мне. Он говорит, о-о-о, так это вы даже не знаете, мы же предоставляем всем своим, все, кто у нас работает, предоставляем здесь жилье и бесплатное питание, это просто сразу. Вот, ну и потом, если вы раскрутите нам, где-то поднимите хотя бы на 15% продажи наших мест в отеле, то, значит, там мы вам будем поднимать зарплату и вы будете уже получать проценты от того, что мы имеем. Ну я говорю, хорошо, ну а что вы мне предлагаете зарплату, какую они мне говорят, 100 тысяч сразу, типа, в месяц. Я говорю, ну мне так сразу это очень понравилось, но я говорю, ой, вы знаете, что-то 100 тысяч как-то, я же должна вникать, я должна тут сейчас это все, если вы мне даете такие полномочия, я говорю, что я должна, он говорит, да что хотите, куда угодно ходите, какие любые угодные документы смотрите, лишь бы только вы нам подняли вот продажи. Ну я говорю, если вы мне такие полномочия даете, это значит, у меня уже получается работа довольно высокая, значит, не 100, а что-то надо выше. Он говорит, ну хорошо, 120 вас устроят, я говорю, 150 договорились. Она к хальству, и он говорит, хорошо, мы даем вам 150, приходите. Я, вы знаете, не поверила ни ушам, ни глазам. Я говорю, хорошо, ладно, я еще подумаю, потому что, как переезжать, что, я вам позвоню, ну значит, на связи будем. Я пришла домой, ну не домой, а в эту свою съемную квартиру и разговариваю с девчонками, говорю, представляете, они мне не поверили. Вот, ну и потом начали меня тут сразу стращать и пугать, да ты что, да это, наверное, какие-то аферисты, во-первых, такие огромные деньги, во-вторых, неизвестно как и что, ты ж не спросила, как они тебя возьмут. Я говорю, ну они сказали, что не на испытательном сроке, а по договору. Ну в общем, ты что, это называется журавль в небе, а тут тебе уже то, что точно известно, и что там хоть и 60, но это синица в руках. И в общем, та-та-та, и начали меня запугивать. Я, конечно, стала задумываться и прислушиваться, думаю, да правда, черт его знает, на самом деле, как-то все это слишком быстро, и столько у них желающих, почему они раньше не могли найти. Хоть я и хороша, конечно, но уже не настолько, понимаете сами, да, я даю себе отчет, что есть, наверное, точно такие же люди, знающие из головой. как-то начала я напрягаться. Потом думаю, да ладно, у меня еще целая неделя, я еще, я пошла еще в одно место, по-моему, уже даже не в отель, а в какой-то мясокомбинат там, уже даже не помню, тоже там приглашали главного экономиста, я прихожу, и там девушка молоденькая поводила меня по цеху, сказала, что я должна там вот посчитать у них расход мяса и выход с колбасы, сколько что будет стоить, вы когда-нибудь работали, я говорю, да нет, я с колбасой-то не работала, но я работала с бумагами, я знаю тоже, как это делается, ценовую политику я могу организовать. И тоже я так с ней, знаете, запросто. И она мне говорит, хорошо, мы вас берем. Вот я что хочу сказать всем этим, друзья, не то, что я такая умная, замечательная, а то, что я была в себе уверена. Вот это самое главное для тех, кто хочет искать работу, для тех, кто сейчас ее ищет, это самое главное, чтобы вы были уверены в себе. Вот и все. Ну, дальше, как говорится, вы знаете уже мою историю, что я все равно, конечно, мне перезвонили они через день, по-моему, когда вы приедете, мы вам уже освободили там комнату, но вы знаете, я что-то струхнула, честно говоря, нет, не пошла. Я осталась все-таки, там как-то сарафанное радио передало, туда уже в отель в Московске, в который я приехала, и они мне сказали, что Галина, у нас же 60, это же без премии, а у нас же премии, ежеквартальные, ежемесячные, в общем, та-та-та. Ну, я подумала, ладно, хорошо, и вот это вот я осталась работать в том отеле, в который меня и пригласили. Я уже не пошла, не стала никуда мыкаться. Но самое-то интересное, то, что я вам рассказываю, заключалось в том, что я была уверена, и меня везде брали, несмотря на то, что мне было 52 года, еще раз повторяю, 2007 год. Так вот, и вот, сразу же вам расскажу продолжение истории. Как вы знаете, я же бросила работу, когда я уехала. Ой, ухожу, ухожу, как там неудачно затарахтел. Этот, он газон истрижет, вам будет меня забивать, а ходить далеко, что-то не хочу, трясти вам камеру, отошла, не знаю. Ну, вот, закончу. Так вот, когда я потеряла работу, когда я вернулась с Франции, как говорится, уже побитая, и когда там меня, во-первых, я же говорю, опустили в такую депрессию, Жан-Франсуа постарался, во-вторых, он, как-то, моя планка сразу упала, у меня самой, саму себя я стала чувствовать очень неуверенно. И потом, вы знаете, как говорится, я уже не на коне, а на щите. Или как там, ну, короче, приехала я назад в Москву, уже с ужасным настроением. И, в общем, когда я пошла обратно, хотя я понимала, что меня не возьмут обратно в отель, но я все-таки пошла, думаю, мало ли, а кто его знает. Ну, я говорю, я поговорила с директором, он мне сказал, что извини, я бы, может быть, тебя и взял, но народ уже весь в курсе, тебе тут уже все кости перемыли, что ты такая вот предательница родины. Ай, только поманили, и ты уехала. Поэтому меня просто не поймут, я взять тебя не могу. Ну, и я думаю, ну, я же вспомнила, как было буквально совсем не так давно, два года назад, что я тогда могла найти работу везде, а это уже был не 2007, а 2009 год. Вот, и я пошла опять, вы знаете, я опять точно так же поступила, я опять точно так же сделала, но я уже чувствовала, что у меня внутри абсолютно стержень сломан, что у меня нет никакой уверенности уверенности абсолютно, и я была вот такая вот, не пойми что, вы понимаете, какая история. И я пошла опять по таким же конторам, скажем так, и куда бы я ни приходила, меня нигде не брали, потому что, знаете, потухший взор и краска не играет на щеках, как я много раз говорю, и когда уже нет того задора, это сразу чувствуется, понимаете, друзья. И вот тогда, несмотря на то, что все-таки 2009 год, ну там, конечно, кризис еще начался, и там уже ни о каких 120, 150 или 100 даже, даже о 60 тысячах в месяц речи не шло. Вот, но самое интересное, что мне даже и не предлагали, меня даже не брали, они говорили, что да, 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 конечно, мы рассмотрим, позвоним, но это уже ясно, вы же понимаете, что это был ноль. И вот я так помыкалась целую неделю, больше даже, я искала работу, где только не искала, и вот я работу так и не нашла. Это мораль сей басни, как найти работу, вы, надеюсь, поняли. В любом месте, не только в Москве. Самое главное, это уверенность внутренняя, твоя. Вот если ты уверен, то все получится. Ну все, слишком длинное видео получилось, поэтому, друзья, на этом пока-пока, в следующем видео расскажу о своих глазках.